Высохшие ветки деревьев, которые давно отслужили свой срок, клубы пуха. Жители улицы Западный бульвар бьют тревогу уже не первый год. В ответ тишина. А ведь рядом детские площадки, школа и постоянно ходят люди. Аварийные деревья по Западному бульвару в Засвияжском районе дело привычное. Жители дома номер 26 отмечают, данная проблема не дает расслабиться уже больше 10 лет. Обращение в различные инстанции не приносит результата. Ответ всегда один. Денег нет. Все, что остается, ждать беды. Они падают. И мы боимся за детей, которые ходят. Мы что-то вырубали сухие. Мой муж занимался. Что-то вырубали сухие. А там сказали, это не наше ведомство, мы там пилить не будем. И так дети ходят, можно сказать, через эти ветки. Людмила Алексеевна уверена, что пострадать могут не только люди, но и крыша дома. Она сделана из мягкого материала. И если деревья упадут на кровлю, то капитальный ремонт жителям придется делать вновь. Под угрозой провода электросети. Там 26-й, это уже 26-й дом, это вот 28-й. Вот они все сухие на балкон. Вот поэтому я вам говорю, это вот сухие, их же видно. Они вон на балкон прям падают. Стоишь под этим деревом и думаешь, упадет ветка или пронесет. Но только на этот раз. В этом сезоне аварийные деревья уже успели навредить ульяновцам. Так, 25 апреля дерево упало на 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик идет на поправку. Уже 4 июня пострадала 11-летняя девочка. У нее переломы ног. Последний случай произошел именно в Засвияжском районе. Жители боятся повторения трагедии. Глава региона Алексей Русских поручил провести служебную проверку в отношении руководства муниципалитета. Сформировали еще дополнительные две группы из силы МЧС для того, чтобы то количество деревьев, которые мы сегодня обнаружили и которые необходимо снести, мы должны эту работу провести. В силе ураганного ветра, то, что происходит на территории города, конечно, такие варианты не исключены. Но я думаю, что те меры, которые мы принимаем, они обезопасят жителей на территории города. Меры, упомянутые главой города, это вырубка больше 6,5 тысяч аварийных деревьев. 2 тысячи уже снесли. На запланированные работы потратят 38 миллионов рублей. Однако, по мнению Алексея Русских, этого недостаточно. Да и вообще, как отметил в Рио губернатор, все слова главы города пока не сходятся с делом. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.